Такая тенденция, очень интересная, это разочарование в европейских реалиях. Причем очень фундаментальное разочарование, а это говорит о чем? Это о том, что ломается вся вот эта конструкция, что сияющий запад, к которому надо идти, и когда ты к нему придешь, то у тебя будет все очень хорошо, а для этого ты должен положить свою жизнь, свою страну и все в хлам. Но зато там у тебя все будет хорошо. Вот эта конструкция нарушится. Я здесь могу порекомендовать, есть такой стример, одесский бродяга. Мужик, в общем, переехал с Одессы, все у него там было хорошо, он был руководителем крупного предприятия. Когда начались боевые действия, он некоторое время еще посидел, посидел, ну и уехал. Нюанс в чем? У мужика все хорошо с головой. Он был такой, знаешь, устойчивый, средний класс, может быть, выше среднего класса. И он переезжает в Италию, потом ездит по всей Европе, потом оседает в Норвегии, потом уезжает с Норвегии, у него есть три стрима, которые есть смысл посмотреть. Почему я уезжаю из Норвегии, о том, что украинцы разочаровались в Европе, еще один, по Германии. Нюанс в том, что он очень, он как бы, у него нормальное аналитическое мышление, и он анализирует именно внутренние процессы, с которыми столкнулись все украинцы, живя там. И он говорит следующую вещь. Вот те, кто хочет жить хорошо, для них, ну, если так сконцентрировать его мысль, для них в Европе шансов стать тем, чем они были на Украине, нет. То есть на Украине они были такой устойчивый, средний класс, выше, там, все у них было нормально, у них была своя недвижимость, свои там, дома, машины, бизнес и так далее, и так далее. Вот все, кто в таком состоянии переезжает в Европу, у них этих шансов практически нет. И несколько там, может быть, десяток лет больше, это встроиться в эту систему, и остаться на очень невысоком уровне, с не очень большим доходом, жить можно, но на этом все перспективы и заканчиваются. И он очень подробно рассказывает, где они были, как они жили, все-все-все, все, что с этим связано. Причем он даже съездил в Норвегию, и там даже они нашли работу, что для многих, ну, как бы не очень характерно для беженцев. Потому что, знаешь, у него в жопе горит огонь, у жены тоже горит огонь, они готовы работать, учиться и так далее, и потом у него есть вот эта тенденция, знаешь, пытаться найти решение проблемы, вылезти, вылезти, вылезти. И все равно он с Норвегии уехал. Интересно, и с Рима есть смысл послушать, потому что он там с цифрами, с размышлениями, со всеми вот этими делами.